Привет! Тема этого видео — интеграция адаптивного стики баннера в Unity-приложение. Как подключить самый популярный формат рекламных объявлений в ваш Unity-проект? Сначала вы услышите немного о самом формате, о его преимуществах и особенностях использования. Затем мы настроим создание и загрузку адаптивного стики баннера и проверим, что все работает корректно. Чем же характерен формат адаптивного стики баннера? Это небольшое рекламное объявление, которое располагается внизу или вверху экрана приложения. Оно обновляется автоматически с оптимальным интервалом. Также такое обновление называют авторефреш. Баннер не перекрывает основной контент приложения, может постоянно находиться на экране, позволяя вам монетизировать все время пользователя, проведенное в приложении. Часто используется в приложениях-играх. Максимальная эффективность взаимодействия с пользователем достигается за счет оптимизации размера рекламы для каждого устройства. Перейдем к технической части. Как создать и загрузить адаптивный стики баннер? Для начала создадим объект баннер с тремя параметрами. ID рекламного блока, размер, положение на экране. Для определения размера есть готовый метод стики сайз у класса баннера десайз, куда мы передадим ширину экрана. После создания баннера загрузим рекламу и покажем на экране. Перейдем к реализации. Заходим в редактор. Создадим скрипт. Назовем его StickyBannerController. Наследуемся от MonoBehaviour. Добавляем код запроса баннера. Добавляем импорт. Для запроса баннера необходимо указать ID рекламного блока. Мы будем использовать демоблок. Демоблоки хороши тем, что на этапе отладки позволяют исключить возможные моменты неподбора рекламных объявлений и тем самым ускорить вам отладку. Но перед публикацией приложения не забудьте заменить демоблок на ID реального блока из интерфейса рекламной сети Яндекса. Также для создания баннера нам требуется указать его размер. Для этого есть готовый метод StickySize, куда нужно передать ширину. Мы передадим ширину экрана. Добавим метод определения ширины экрана. Оба этих параметра мы передаем в конструктор Banner и также указываем положение внизу в центре. Добавим создание баннера на Awake. Далее нам нужно загрузить объявление. Формируем рекламный запрос через AD Request Builder. Также сюда можно передать дополнительные параметры для более эффективного подбора объявлений. Подробнее об этом вы можете найти в публичной документации, ссылка на которую будет в описании видео. И созданный запрос передаем в метод LoadAdd для загрузки объявления. Теперь добавим обработчики пользовательских событий. StickyBanner поддерживает следующие события. On AD Loaded, когда реклама с вознаграждением была загружена. On AD Failed to Load, если произошла ошибка во время загрузки. On Left Application, когда пользователь уходит из приложения после клика. On Return to Application, когда пользователь возвращается в приложение после клика. On AD Clicked, вызывается в момент клика на рекламу. И On Impression, вызывается в момент регистрации показа. Добавим имплементации наших обработчиков. Добавим импорты. В обработчике успешной загрузки объявления мы добавим вызов показа баннера. В остальные обработчики добавим наш лог. Отмечу, что в событии ошибки загрузки объявления настоятельно не рекомендуется попытка загрузить новые объявления, поскольку это приведет к бесконечному циклу ошибок. И в событии регистрации показа доступен объект Impression Data, из которого можно получить данные о показе, включая вознаграждение. Вызов метода show нам потребуется только один раз, поскольку StickyBanner поддерживает автообновление, он будет сам загружать и показывать новые объявления. Переходим в редактор и повесим наш скрипт на камеру. Сохраним сцену. Соберем проект под Android. Выбираем эмулятор. Запускаем сборку. Проект успешно собрался, запустился на эмуляторе. Мы видим встроенные в SDK логи о том, что SDK интегрирован и инициализирован успешно. И также видим о том, что баннер успешно интегрирован. Каждый лог об успешной интеграции баннера срабатывает в момент обновления рекламного объявления. У меня здесь было уже несколько обновлений. Мы успешно собрали под Android. Сборка под iOS будет аналогичной, с той разницей, что логи нужно искать по ключевому слову не Яндекс.Этс, а Яндекс.Мобайл.Этс. Подведем итоги. Стики Баннер позволяет монетизировать приложение. При этом он не перекрывает основной контент, за счет чего может постоянно оставаться на экране без значимого ухудшения пользовательского опыта. Стики Баннер поддерживает автообновления с оптимальным интервалом. В качестве ширины рекламного места рекомендуется использовать всю ширину экрана с учетом отступов вашего макета. Высота жестики Баннера определяется автоматически, адаптируется под размер экрана устройства, при этом она занимает не более 15% высоты экрана. Проверить корректность интеграции можно с помощью демо-блоков, встроенных логов и функций обратного вызова. Проверить корректность интеграции